Первое римское. Причины введения НЭПа. Первое. Политические причины. Первое арабское. Второе. Социально-экономические причины. Второе римское. Идейно-теоретическое обоснование НЭПа Лениным и Бухариным. Третье римское. Введение НЭПа. Первое арабское. Решение 10-го съезда РКПБ. 21-й год. НЭП был введен по решению этого съезда. Второе. Декрет 21-го марта. О замене разверстки налогом. В скобочках напишите. Введение НЭПа. Это и было введение НЭПа. Вот этот декрет 21-го марта. Третье. Декрет 28-го марта. О разрешении свободного товарообмена сельхозпродукцией. Четвертое. Декрет 7-го апреля. Восстановление независимости потребительских кооперативов. Пятое. Декрет 17-го мая. Частичная денационализация мелкой промышленности. Шестое. 24-е мая. Разрешение частной торговли и концессий. Седьмое. Пятое июля. Декрет, разрешающий сдавать в аренду государственные предприятия частным лицам. Восьмое. Седьмое июля. Декрет, разрешающий создание частных промышленных предприятий с числом рабочих не более 20 или не более 10, если предприятие механизировано. Девятое. Октябрь 22-го года. Принятие нового земельного кодекса РСФСР. Разрешено ограниченное применение найма и аренды. Десятое. Совокупность мер НЭПа. А. Отказ от трудовых мобилизаций и уравнительной оплаты труда. Б. Проведение частичной денационализации промышленности. В. Введение хозрасчета и хозрасчетных объединений, трестов и синдикатов. И. Г. Создание капиталистических предприятий. Забегая вперед, введение НЭПа привело к тому, что очень многие идеалистически настроенные большевики пускали себе пулю в лоб. Они считали, что восстанавливается капитализм. И они зря проливали кровь во время гражданской войны. А вот не идеалистически настроенные большевики очень здорово использовали НЭП. Потому что во время НЭПа было легко отмыть то, что было награблено во время гражданской войны. И отмывали это через НЭПманов. Потому что НЭП, как мы увидим потом, это треугольник. Это коммунистический начальник. Начальник треста. И НЭПман, как барыга, через которого идет весь этот процесс. Это вообще была коррупционная схема с самого начала. Но она была вынуждена. Большевики без нее не удержали бы власть. Четвертая римская. НЭП в торговле и финансах. Первое. Развитие кредитной системы. Точка с запятой. 21-й год. Создание государственного банка. Государственного, естественно, с большой буквы. Госбанка. Второе. Возрождение финансовой системы. Денежная реформа 22-го года. Изъятие советских знаков. 22-й, 24-й год. Они так назывались. Совзнаки. Третье. Торговля и восстановление всероссийского внутреннего рынка. Пятое римское. НЭП в сельском хозяйстве. Первое. Новый земельный кодекс РСФСР. 22-й год. Превращение прородналога в единый сельхозналог. 23-й год. В скобочках. С 26-го года полностью в денежной форме. Второе. Арабское. Здесь сельхозкооперация. 6,5 миллионов крестьянских хозяйств, производителей и торговцев. Третье. Неэквивалентный обмен между городом и деревней. И в кавычках. Ножницы цен. Нерыночная функция рынка. В ней экономические меры в деревне. Шестое. Римское. НЭП в промышленности. Медленные темпы роста промышленности. Точка. Безработица. Седьмое. Римское. Общая характеристика экономического развития в период НЭПа. Первое. Чередование периодов подъема с острыми кризисами. Значит, в скобочках. Кризисы 23-го, 25-го и 28-го годов. В результате провала хлебозакупочных компаний. Дефицитарность промышленной экономики. Второе. Диспропорциональный характер развития советской экономики в 20-е годы. В скобках. Промышленность и сельское хозяйство не создавали друг для друга рынков расширенного воспроизводства. Третье. Кризис хлебозаготовок 27-го, 28-го годов и курс на свертывание НЭПа. Восьмое. Римское. Отмена НЭПа и ее причины. Первое. Июльский и ноябрьский пленумы ЦК 28-го года. Апрельский объединенный пленум ЦК и ЦКК. Центральная контрольная комиссия, в которую можно было пожаловаться на ЦК. 29-й год это все. Второе. Экономические причины отмены НЭПа. Третье. Социально-политические причины отмены НЭПа. Четвертое. Внешнеполитические причины отмены НЭПа. Пятое. Был ли НЭП альтернативой реальному коммунизму? Реальному коммунизму в кавычках. Девятое. Система власти в годы НЭПа. Первое арабское. Запрет фракционности в РКПБ на 10-м съезде, 21-й год. То есть смотрите, на одном и том же съезде вводятся экономические послабления и тут же ужесточается политический контроль. Это логично. Потому что когда делается и то и другое вместе, как это Горбачев сделал в перестройку, вся конструкция летит к чертям собачьим. Второе. Окончательное подавление большевиками своих социалистических оппонентов. В скобках. Запрет меньшевикам заниматься политической деятельностью. Это декабрь 2021 года. Точка запятой. Судебный процесс над лидерами партии СР в 22-й год. Усиление контроля над людьми в их повседневной жизни. Контроль 2020 года был действительно серьезный. Например, если на поминках или на свадьбе присутствовало более 15 человек, то нужно было обращаться в ГПУ. И обязательно приходил человечек из ГПУ. Ну, естественно, ГПУ это использовало для того, чтобы на халяву напиться, наесться. И, собственно, старались люди быстро напоить ГПУшника, чтобы он им не мешал. Но обращаться нужно было, если больше 15 человек. Десятые римские выводы. Суть НЭПа, причины его свертывания. Перестроечный миф о НЭПе.